К вопросу благоустройства в округе подошли со всей ответственностью. Масштабные работы проводили практически повсеместно. Так, к 870-летию Звенигорода привели в порядок исторический центр, преобразили территорию Савино-Сторожевского монастыря. Все работы старались вести максимально бережно, чтобы сохранить уникальный исторический облик города, потому что богатство Звенигорода в его колоссальном наследии. Здесь буквально каждый метр дышит историей. В Кубинке облагородили площадь у памятника павшим за родину. В Больших Везёмах возле музея-заповедника Пушкина благоустроили сквер. Сделали комфортную зону отдыха на набережной в живописной бухте. Изменения коснулись и дворовых территорий. Благодаря программе губернатора установили 7 новых детских игровых площадок. И благоустройство продолжается. Обязательно будем проводить благоустройство во дворах. Эта программа работает каждый год, в том числе на удалённых территориях. Отремонтируем и модернизируем 37 детских и спортивных площадок, а также поставим 9 новых игровых комплексов по программе губернатора. Значительные изменения произошли и в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году заменили более 7 тысяч метров тепловых сетей и почти 1300 метров сетей водоснабжения. Ремонт и реконструкцию очистных сооружений проводили на территории Звенигорода и посёлке Горки-10. Напорный коллектор и обновлённая канализационно-насосная станция появились в селе Успенское. Уникальная КНС в деревне Раздоры, а станция очистки сточных вод в селе Веденское. Благодаря проделанной работе, качественными услугами водоснабжения и водоотведения дополнительно обеспечено 60 тысяч жителей округа. По организации капитального ремонта домов и подъездов наш округ в прошлом году также стал лучшим в Московской области. Кроме того, мы лучшие и по внедрению нового стандарта контейнерных площадок по мусору. Все площадки округа соответствуют новым стандартам и новым требованиям. Одним из наиболее важных направлений остаётся реализация программы социальной газификации. В 2022 году догазифицировано 112 населённых пунктов Одинцовского округа. Обеспечена возможность подключения к 4,5 тысячам участков, а 857 семей стали обладателями голубого топлива в домах. Построено почти 80 километров уличной газовой сети. Тема газификации, которая является президентским проектом, которая поддержана и возведена в особую степень губернатором Московской области Андреевичем Воробьёвым, тема социальной газификации сильно прогрессирует в Одинцовском городском округе. Много новых подключений, много новых абонентов. Предстоит ещё проделать большой объём работы, потому что социальная газификация была продлена на неограниченный период действия, поэтому газовикам есть что делать, есть чем позаниматься. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова.